Среди режимов, в которых мультиварка бесподобна, конечно, находится тушение. Я хочу вам на примере одного из моих любимых блюд показать, как использовать этот режим. Это бигус. По сути, это тушеная капуста вместе с мясом и кореньями. Именно в мультиварке получается бесподобно, когда все запахи, ароматы, вкусы перемешиваются между собой, готовится все на низкой температуре. И это очень вкусно получается, поэтому я предлагаю вам попробовать, повторить. Тем более, что ингредиенты все доступны и легко понятны. Нам понадобится говядина 400 грамм. Это примерно столько. Нужна мякоть без сухожилий, без костей. Вот такого качества. Капуста белокочанная где-то 600 грамм и обязательно зимних сортов, то есть плотная. Лук 100 грамм, морковь 100 грамм, томатная паста тоже 100 грамм, вода обычная 100 грамм и по вкусу соль, специи. Из специй я предпочитаю использовать лаврушку и обычный перец горошком. Петрушка, укроп не обязательно, я их использую для украшения. Сначала надо подготовить ингредиенты. Помыть мясо и нарезать крупной соломкой. Лук помыть и очистить, морковь помыть и очистить, капусту просто помыть. После чего нашинковать капусту, нарезать лук и натереть на крупкой терке морковь. Но можно это делать в кухонном комбайне. Так быстрее и проще, конечно, я так и делаю. В чашу мультиварки выложить мясо, томатную пасту, воду, добавить соль, специи, все вместе перемешать. Затем сверху выложить овощи, коренья. Опять все вместе перемешать. И вот должно получиться такое однородное блюдо. После чего действуйте в зависимости от того, какая у вас модель. Если у вас мультиварка-скороварка, тогда вам надо закрыть крышку и клапан, установить программу тушения или холодец. Время приготовления 35 минут. Если у вас обычная мультиварка, тогда программа та же, тушение-холодец, но время приготовления увеличиваете до 60 минут. Нажимайте кнопку старт и готовьте до окончания программы. Если у вас мультиварка-скороварка, сначала вы должны открыть клапан и выпустить пар. Но если обычная мультиварка, просто открывайте и смотрите, что получилось. У вас и капуста, и мясо должны стать мягкими. Все цвета смешатся, и блюдо должно получиться примерно однородного цвета. Очень ароматным, вкусным. Можно его сразу подавать к столу. Если хотите, можно украсить свежей зелью для того, чтобы придать яркости. Но и без нее будет очень-очень вкусно. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok